приветствую вас дамы и господа в этом видео поговорим с вами очередной раз про су-122 в как-никак самый дорогой лот в конструкторском бюро и это первое конструкторское бюро 2024 году я думаю что в этом году еще будет конструкторское бюро надеюсь оно будет лучше и справедливее чем это сейчас расскажу вам про все косяки су-122 в потом расскажу свое мнение окончательно про этот танк на фоне вы можете посмотреть бои которые я сырал после стрима играть я старался активно продавливать какие-то фланги направления во второй половине видоса расскажу что да как почему так произошло но вначале расскажу косяки первый самый главный косяк это то что су-122 в стримеры до конструкторского бюро некоторые постримили показывали у танка были одни ттх а перед самым релизом это танчик понерфили да у стримеров там были плашечки написано что у танков не финальный ттх и все может измениться танки только тестируются это все понятно это все очевидно характеристики перед релизом изменились но насколько же душно они изменились и насколько такие неявные параметры изменили поскольку изменили стабилизацию после выстрела в осадном режиме я вот на фоне вам поставлю кусочек из стрима где я раздавал барабан стоя на месте нашел такой момент или именно стоял что было видно что работает только сведение я особо там корпусом не дрыкаю и видно что пушка не успевает свестись написано что в осадном режиме сведения 1,3 по факту пушка не успевает свестись за 2 секунды у нас между выстрелами 2 секунды я уже зарядил следующий снаряд в барабане орудие еще не свелось причем после того как мы зарядились и там еще сводится и сводится у меня стоит мод на уменьшенный прицел то есть по факту прицел еще больше причем заметно больше но в любом случае даже на этом уменьшенном прицеле заметно очень сильно что пушка вообще не успевает свестись поскольку понерфленная стабилизация ее настолько понерфили что там просто капец во первых в параметрах в клиенте игры нельзя увидеть все параметры которые есть у танков а там есть очень хорошие такие важные параметры как стабилизация от поворота корпуса стабилизация после выстрела стабилизация от движения от поворота башни в общем этих стабилизаций очень много и все очень важны в плане стрельбы так вот у этой су-122 в стабилизация после выстрела в походном режиме когда мы быстро едем и плохо как бы стреляем, после выстрела прицел разлетается в 3,5 раза. Из-за чего мы сводимся не 2,5 секунды, как написано, а 3 секунды. То есть в походном режиме наша пушка не успевает свестись, пока заряжается следующий снаряд в барабане. На 1 секунду позже сводится, если до конца сводится. В осадном режиме написано, что сведение у нас 1,3. По факту пушка сводится за 3,5 секунды, поскольку после выстрела прицел увеличивается в 16 раз. В осадном режиме, где мы якобы точный снайпер там обалдеть, пушка сводится дольше, чем в походном режиме, где мы типа на скорость там танчик у нас едет быстро. Это просто полная ересь какая-то. Я понимаю, ну что-то там в танке надо было понерфить, разработчики подумали, что танк сильно имбовый и чтобы его не нерфить после релиза, чтобы он не задушил рандом, они решили перед релизом уменьшить характеристики. По крайней мере они так написали на форуме. Но зачем нерфить скрытые такие тайные какие-то цифры, которые не так уж легко заметить и надо еще на этом поиграть и что-то там в голове понять. Хотя не так уж сложно понять, что написано 1,3, перезарядка 2 секунды и оно не успевает вообще ни разу свестись. Но еще что меня смущает уже много-много лет. Я уже давно жаловался на то, что многих циферок в игре вообще нет. Особенно вот эти вот со стабилизацией. А вот эта вот цифра сведения, она показывает нам, что до какого-то этапа у нас сведение успеет свестись за сколько-то там секунд. Вот у каждого танка в параметрах написано сведение. Это не до конца сведения. Я может быть открою вам какую-то невероятную тайну, но если взять 10 танков и у всех у них будет написано сведение 2 секунды и у всех у этих танков разная стабилизация будет. У всех этих 10 танков будет разная цифра, за которую он сведется до конца. Внимание вопрос, нахрена нам вообще эта цифра, которая не отображает вообще сути, за сколько танк сводится. И мы на эту цифру смотрим уже больше 10 лет, она нам просто как фильки на грамоты. Какую-то херню показывает, но по сути непонятно вообще за сколько танчик сведется. Потому что надо знать стабилизация, которая тоже не написана в ангаре. Не написана на сайте. Ее можно найти только на некоторых там сайтах, где подробно там прям все циферки характеристик написаны. Было бы наверное справедливо, если бы сказали, что вот перед релизом мы ухудшаем танчик в таких-то таких-то местах, потому что он сверх имбовый и нам кажется, что типа вот будет плохо, что он будет наебать весь рандом. Раз вы его заранее людям показали с каким-то там ттх, так и продолжайте эту цепочку показывания этих циферок. А то так получилось, что люди не заметили, как понерфили, а потом хоба люди получили не то, что видели. Если вы начали показывать, тут наверное надо продолжить уже до конца. А то потом приходится где-то там на форуме, который никто не читает, какие-то там отговорочки писать. И вы думаете, это все косяки СУ-122В? Нет. У СУ-122В еще должен быть значок на фонаре, на рубке на ВЛД, там есть фонарь, на котором должен быть значок конструкторского бюро, поскольку он на картинке есть, а на танке, по сути, в игре его нет. Незначительный косяк, конечно, можно прям даже особо внимания не обращать, но он есть. И тоже это не все косяки. Следующий косяк с 3D стилем. Мало того, что это чуть ли не самый нищенский 3D стиль, который я вообще видел в игре, по сути, в нем почти ничего нет. Так еще и по идее, в нем должен быть летний вариант, зимний вариант и пустынный вариант. Летний и зимний варианты у нас 3D стиля есть, а пустынного нет. Пустынный вариант 3D стиля просто копия летнего. То есть у нас на летних картах танчик зелененький, на зимних картах у нас танчик беленький. И внимание на пустынных картах, он снова зелененький, а не желтенький. Невероятный 3D стиль. Мало того, что он максимально нищебродский, так еще и даже такого элементарного в нем нет. Казалось бы, что очевидно, что оно должно быть, но этого нет. Я бы, может, особо-то и не жаловался, если бы этот 3D стиль не был бы настолько нищим. В нем, по сути, что ничего нет. Просто камуфляжная сеточка чуть-чуть там местами висит на танке и все. Ну и, наверное, последнее, лично от себя, я не знаю, вы считаете это косяком этого танка или нет, он самый дорогой за конструкторское бюро. То есть, на мой взгляд, вот такая пачка косяков тянется за СУ-122В. Ну и, наверное, главный лично для меня косяк, это то, что он еще и самый дорогой. Напишите свое мнение в комментариях, что вы об этом во всем думаете. Мне кажется, это как-то все не очень хорошо. Ну и в конце хочу еще поговорить про сам танк. Вот на фоне пару боев, где я пытался играть активно. Во-первых, этот танчик часто сравнивают со СТРВ. Ну, понятное дело, очень сильно похож. Никуда от этого не деться. Но СТРВ у нас снайперский танчик. ПТшка с ролью снайпера. А вот у СУ-122В с ролью другая. СУ-122В оказывается у нас танк поддержки. Вот я и поехал на первую линию поддерживать. Старался играть активно на флангах, продавливать какие-нибудь там средние танки. Ну, на одной карте я там оказался в топе, посмотрел, что пушки не особо сильные, много танков на подкалиберах. Я поехал играть активно против тяжей. У меня получилось. Конечно, мне повезло, что на меня куча танков не выехали, просто по разу меня не стрельнули в НЛД. И я сразу не отправился в ангар. Такое тоже могло быть. В общем и целом, чтобы реализовать этот танк в интересном активном геймплее, мало того, что нужно придумать еще на карте тактику, куда можно поехать, а где можно этот плоский корпус спрятать, еще нужны враги, которые стреляют либо подкалиберами, либо у них нету большого пробития на кумуле и ББшке, поскольку некоторые пушки очень легко пробивают этот танк. А некоторые такие как суперкони, допустим, своими подкалиберами, они чаще всего просто рикошетят и все. Но в любом случае, если показывать НЛД, то танк пробивается очень легко. Ну и еще, почему-то враги не стреляют пока что в пушку. Может быть, я еще не встречал адекватных танкистов, которые знают, что вокруг орудия брони практически нет и надо стрелять именно туда. Это тоже своего рода везение, что враги глупенькие. На мой взгляд, на этом танке нужно стараться играть активно, агрессивно. Это никакой не снайпер, как СТРВ. Пушка кривоватая, стабилизация ужасная. После выстрела, пока сведешься, танчик может уже пропасть. Да, иногда от ситуации можно и по кемперить, но, во-первых, это очень скучно и на стриме, вы видели, у меня просто жопа от этого горит. Но если играть активно, агрессивно и будет получаться, то это, конечно, намного интереснее и, в принципе, даже играбельно. Но все равно это сверхсложно, очень много должно произойти везений, очень много должно произойти совпадений, еще и тактику надо придумать. Не на всех картах получится поехать, что-то агрессивно сыграть. Танчик скиллозависимый, танчик командозависимый, танчик картозависимый. И это самый дорогой танк в конструкторском бюро. По оборудованию я на него поставил вентиляцию, потому что досватель не поставить, а как-то КД и стрельбу улучшить хочется. Поставил УМП, потому что танчик очень плохо поворачивает и УМП улучшает стабилизацию после выстрела, которая у нас сверх плохая. Также я еще поставил турбину, поскольку максимальной скорости нет, а ехать активно играть хочется. Конечно, еще хочется поставить просветленку и закалку, но уже некуда. Мне танчик, честно говоря, не особо зашел, если играть в роль снайпера. Если ехать играть активно, то это очень сложно и очень рискованно. Я даже не знаю, стоит ли пытаться на нем дальше играть активно, надо оно мне или нет, если для этого есть нормальные танки, на которых это оправдано. Честно говоря, все это событие с конструкторским бюро СУ-122В душноватое получилось и осадочек остается. Я не особо доволен этим событием, могло бы быть и получше. Ну хотя бы оно не глючило, когда мы танчики получали и на этом спасибо. С вами был Варчик, ради красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачного дня и пока.